Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Утомленный, но не солнцем. В Омске на сутки задержали рейс в Анталию. Прокуратура проводит проверку. Варварский промысел. Задержанные браконьеры выдумали легенду, чтобы скрыть отстрел косуль. Взор на перспективный восток. Не только предприниматели, но и школьники уже готовятся осваивать китайский рынок. Стоп снято. А Мичка стала соавтором новой серии «Ну погоди». Природная аномалия или чья-то шутка? В РТШ выловили синего рака. Отпуск пока откладывается в Омске. На сутки задерживается вылет авиарейса в Анталию. Перевозку осуществляет Turkish Airlines. Причина – изменение графика движения по решению авиакомпании. По предварительным данным, ожидают вылета 173 человека, в том числе 26 детей. Случаем уже заинтересовалась Омская транспортная прокуратура. Ведомство проводит надзорные мероприятия с целью недопущения нарушения прав пассажиров. Добавлю, что самолет должен был этим утром и доставить омичей обратно в Россию. Пока тех, кто вынужден оставаться в Турции, как сообщили 12-му каналу в одном из турагентств, разместили в отелях и предоставили им питание. Датчики учета выбросов на омских предприятиях установят до конца 2024 года. С их помощью можно будет оперативно выявлять виновников из загрязнения воздуха. Этот вопрос губернатор Александр Бурков обсудил на экспертном совете по вопросам экологии с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым. Уже к августу будет разработана необходимая нормативно-правовая база. Датчики, которыми оборудуют производство, будут передавать данные в Росприроднадзор. Когда запустят систему экомониторинг, сведения отразятся там. Также появится удобный инструмент замера данных выбросов, а информация станет доступной в режиме реального времени. Еще один важный момент – это строительство газовых заправок. Как отметил губернатор, городу на это необходимы федеральные субсидии. Сейчас станций всего четыре, в то время как потребление такого топлива в разы увеличилось. На природном газе работает уже 91 автобус. В связи с тем, что последние годы субсидии были только на регионы центральной полосы России, за Уралом ни один регион не получил эту субсидию. Но, тем не менее, мы видим динамику потребления газомоторного топлива, она в два раза увеличивается. И мы видим, что потребность такая есть в наличии заправочных станций, как для большегрузового транспорта, который идет транзитом через Омскую область, Восточную Сибирь, так с Урала, так и внутри города Омска. Экология станет одной из ключевых тем пресс-конференции. Губернатор Александр Бурков уже завтра ответит на вопросы омских журналистов. 12-й канал будет вести прямую трансляцию из здания правительства. Известно, что речь пойдет о социально-экономическом развитии Омской области. Расскажет губернатор и о ключевых событиях и решениях. Одна из горячих тем – пожароопасная обстановка. Масштабные возгорания, напомню, произошли 6 и 7 мая, когда регион накрыла пыльная буря. Пострадавшие семьи уже получают выплаты, гуманитарную помощь людям восстанавливают утраченные документы. Дети погорельцев смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях. Итак, смотрите и слушайте Большую пресс-конференцию губернатора на 12-м канале и на радио Монте-Карло Омск завтра в 12 часов. С личного транспорта рискует пересесть на общественный. В центре Омска сегодня ловили должников. Совместную акцию организовали сотрудники госавтоинспекции и службы судебных приставов. У водителей авто проверяли не только документы, но и наличие задолженности по кредитам, коммунальным платежам, алиментам. Инспекторы отмечают, просрочки есть практически у каждого второго. В большинстве случаев они незначительные. Должники стараются погасить их на месте. В случае, если сумма внушительная, приставы могут арестовать авто. Госавтоинспекторы, в свою очередь, проверяют, есть ли у автомобилистов непогашенные штрафы. На злостных неплательщиков составляют протоколы. Данный протокол направляется в суд, который уже рассматривается непосредственно судьей. И принимается решение о привлечении лица к административной ответственности. Санкция предусматривает либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов, либо сумма штрафа удваивается. Вместо реального срока условные в Омске вынесли приговор так называемой банде аптекарей. Задержали участников, владелицу одной из аптек и трех фармацевтов, еще в июле 2020-го. Те продавали сильнодействующие вещества без рецепта. Исключительно за наличный расчет и только своим, тем, кто называл кодовое слово. За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта гособвинение просило для двух обвиняемых по пять лет и еще для двух по три года. Однако суд решил иначе, назначив владелице аптеки и ее сожителю по три с половиной, а еще двум фармацевтам по году условного срока. Прокуратура в ближайшее время изучит приговоры. Если найдутся основания, то вердикт будет оспорен. Браконьерство с особой жестокостью. В Любинском районе задержали охотников, которые отстреливали животных в автомобиле. Инспекторы обнаружили туши зайца, самца, косули и двух беременных самок. При себе у браконьеров имелось и оружие. Чтобы уйти от наказания, нарушители придумали легенду. Якобы животных случайно сбили на трассе. Однако позже признались. Добычу выслеживали на машине. Такой вид охоты запрещен. Особенно в весенний период, когда животные ожидают потомства. Одна загубленная самка – это от одного до трех детенышей поголовья. Поэтому это недопустимо ни при каких обстоятельствах. В Омской области установлены сроки охоты на косулю. Охота, подчеркиваю, законная охота в установленные сроки, никак не оказывает никакого влияния на численность косули. Поэтому косулю можно добывать на законных основаниях. В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. За незаконную охоту браконьерам грозит крупный штраф – от 500 тысяч до миллиона рублей. Или реальный срок – от трех до пяти лет решения свободы. Кроме того, нарушители обязаны будут возместить вред, нанесенный охотничьим ресурсам. По оценкам экспертов, он составил 523 тысячи рублей. К другим темам. Омские школьники все чаще выбирают китайский язык как дополнительный предмет для сдачи ЕГЭ. И это неудивительно. Экономика Поднебесная сегодня одна из самых развитых в мире. Рынок открыт для молодых кадров. Главное условие – знание грамоты. Материал Екатерины Булычевской. Вот так экзотично Михаил Тахватулин просит наших телезрителей пожелать ему удачи на ЕГЭ. Хотя, говорит одиннадцатиклассник, язык Поднебесный только кажется чем-то заоблачным, нереальным для изучения. На деле, если следовать всем наставлениям преподавателя, перейти на «ты» с китайской грамотой можно за год. Но над фонетикой все-таки стоит потрудиться. Один неверный звук – и можно поставить крест на поступление в вуз. Есть слово «тяудзе» значит «спать», а есть «тяудзе» – это «пельмени». Есть даже песня, там по сюжету, ну, по тексту песни приходит человек в пельменную и говорит «я хочу пельмени». А у него продавец спрашивает «ты устал? Хочешь спать?» Потому что он не с тем тоном сказал. У Миши не только отличное произношение, он еще и знаток китайского этикета, традиций и других восточных тонкостей. А это немаловажное преимущество, уверяют эксперты. Только погрузившись в культуру с головой, можно довести свои лингвистические навыки до совершенства. Страсть к Поднебесной у школьника появилась еще в седьмом классе, после дедушкиных легенд. Дальняя страна манила так, что Михаил Твердо решил, карьеру будет строить только там. Родители стремления поддержали и отправили сына к репетитору. Но юноша устраивал экспресс-курсы еще и на дому. Слушал китайскую музыку, смотрел фильмы в оригинале. Теперь уверен, его знаний вполне хватит для работы за границей. Мне интересна разработка приложений, мне интересны веб-программирование и искусственный интерактор. Путь верный, тезка нашего выпускника. IT-специалист Михаил Деревянко – яркий пример того, как в цифровой сфере с помощью китайского языка можно выстроить идеальные бизнес-отношения. С коллегами из Поднебесной коммерсант общается по несколько раз в день. В базе больше полутора тысяч контактов. Предприниматели, чиновники. Конечно, говорит бизнесмен, заключить сделку можно и на международном английском, но исключительно с представителями какой-нибудь крупной компании, где есть штатный переводчик. Впрочем, не факт, что им понадобятся именно ваши услуги. А вот небольшие предприятия, которые только начинают покорять рынок и как раз-таки заинтересованы в перспективных партнерах из России, в большей степени признают родной китайский. Я могу спокойно поговорить после переговоров, например, когда мы идем с партнерами в ресторан, о природе, о погоде, о семье. То, что вы знаете китайский язык, то, что вы показываете, что вы с уважением относитесь к их традициям, это существенно сократит время переговоров. За несколько лет предприниматель начал учить китайский в 2017-м. Он освоил порядка 5000 иероглифов. Учитывая, что в среднем сами носители языка используют 8000, результат без преувеличения успешный. В Поднебесной Михаилу удалось реализовать множество проектов. Сервис по онлайн-переводам, умные аппараты, которые контролируют заводские процессы, автоматизированная пленка для окон. Естественно, китайцы всегда выберут партнера, который, опять же, понимает их культуру и говорит на их языке, если примерно одинаковый продукт, например, у англичан и у русских. Кто в приоритете, можно не гадать. Вот вам реальный факт. Наш регион – один из основных внешнеторговых партнеров Китая. По прошлому году товарооборот с Китаем у нас составил 190 миллионов долларов. Он увеличился, получается, на 16%. Основная доля экспорт – китайцы, заинтересованные в нашей сельхозтехнике и продуктах питания. И в будущем, уверены финансовые аналитики, поступления в региональный бюджет за счет взаимовыгодного сотрудничества станут еще серьезнее. Не исключено, что многомиллионные контракты в перспективе заключит кто-нибудь из этих малышей. Им еще нет семи, а они уже вовсю осваивают китайскую грамоту. Пока с такого совсем юного возраста учить китайский можно лишь в частных школах. В этой ребята занимаются по суперуглубленной программе – 10 уроков иностранного в неделю, плюс дополнительные математики и общества знания, которые также проходят на английском и китайском. И даже на переменах дети все чаще общаются на языке поднебесной. Китайский язык – это как будто разговариваешь ты с котятами. Маленькие котята. Поэтому детям вот эта мелодика языка ложится очень легко. Они с удовольствием изучают языки. Они у нас стоят и в допрограммах лагерных смен. То есть мы вывозим детей в лагеря, и там тоже есть китайский язык. Ну а что касается выпускников, всего в этом году сдавать ЕГЭ по китайскому будут 4 человека. И учитывая сложность языка, это совсем немало. Екатерина Булучевская, Сергей Пайхалов и Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Амичи собрали больше 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В Омском региональном отделении парк «Единая Россия» пункт приема организовали уже в четвертый раз. Неравнодушные жители привозят предметы первой необходимости. В этот раз особенно помогли сельхозпроизводители из Таврического района. Они поделились продуктами и питаниями с длительным сроком хранения – мукой, макаронами, рисом, горохом. Отмечу, что за несколько месяцев в Омском собрали уже 45 тонн гуманитарной помощи. Весь груз отправили в Донецкую и Луганскую народные республики. И вот о чем мы расскажем в итоговом выпуске «Часа новостей» в 19.30. Всходы под угрозой. Нынешняя весна вновь стала настоящим вызовом для аграриев. Полевые работы в этом году из-за раннего тепла начались существенно раньше. Но влаги в почве катастрофически мало. Снег растаял быстро, дождей почти нет. Из-за этого сеять приходится глубже. Пусть чуть позже взойдет, пусть чуть неравномернее взойдет, но зато оно взойдет. Будет все зависеть, будут дожди или нет, и когда они будут. Уже не первый год природа испытывает омских аграриев. Засуха становится для региона традиционной. Какие решения принимают сельхозпроизводители и что говорят синоптики в материале Никиты Гайдаша. Ими можно было бы и списать не одну сотню листов. А МИЧ собрал одну из самых больших коллекций ручек в России. Экспонаты искал по всей стране и за рубежом. Некоторые ручной работы и предназначены не только для письма. Это ручка-расческа. Это ручка-подсветка. Сейчас в коллекции МИЧа больше двух с половиной тысяч экземпляров. Но это не предел. Виктор Пищемуха хочет поставить мировой рекорд. Дарья Шадрина тоже помогла коллекционеру. Обо всем расскажем в 19.30. Взмах кисти и ты соавтор культового мультфильма. Рисунок омской художницы варет в новый эпизод продолжения «Ну погоди». Работу школьницы высоко оценили на Союз мультфильме. Карина Новикова победила на всероссийском конкурсе. Девочка признается, любовь к творчеству проснулась, когда и не было и трех лет. Подробности далее. За каждой ее картиной своя история, будь то конкурсная работа или наспех, написанный на тюрморт, узоры оживают на глазах. И дело тут вовсе не в какой-то особенной технике, говорят преподаватели, а в богатой фантазии. Уже с двух лет Карина Новикова выдумывала композиции, а после переносила их на бумагу. Мои родители показывали мои работы художнику-карикатуристу. И ему понравилось. Он сказал, что у меня есть творческая жилка и что мне нужно продолжать. В первом классе на смену незамысловатым цветам и животным пришли полноценные портреты. Карина не выпускала карандаши из рук, но и этого было мало. Картина маслом под стать Рембрандту и да Винчи – вот что было мечтой. С такими амбициями решила мама только одна дорога в художественную школу. Так Карина и начала заниматься живописью профессионально. Талантливого ребенка преподаватели приметили уже на первых занятиях. Мы обычно детей берем с первого класса, но посмотрев на ее рисунки и способности, мы ее сразу взяли во второй класс. То есть фантазии нет проблем. И нет проблем именно чувства вот этого композиционного строя, чувства ритма, чувства цвета. Все это вместе и вот работы очень замечательные. Сразу были, да. А дальше конкурсы, дипломы и даже губернаторская премия. На нее молодую художницу номинировали после этой работы. В ней представлен Омск будущего, или точнее 2320 года. Композиция не просто набор футуристичных деталей, таких, например, как воздушное метро, но еще и отражение экологических проблем, деревья и люди в специальных скафандрах, которые подают максимально чистый воздух. Вообще, говорит Карина, нередко идеи рисунков ей приходят по ночам, а творчество девушка не отрекается и сейчас, в один из самых сложных школьных периодов подготовки к ЕГЭ. Я заново открыла для себя графический планшет. Дело в том, что мне родители во втором классе его подарили. Я там побаловалась с ним, но потом благополучно забыла. И вот я начинаю активно рисовать в диджитал формате. То есть я вообще люблю традиционный формат, то есть я люблю чувствовать материал, мне так более комфортно, но я открыла для себя его заново, диджитал формат, и стала активно рисовать на компьютере. Стилус привел художницу к новым высотам. Работой оценила легендарная студия мультипликации «Союзмультфильм». Руководство провело конкурс, участникам которого предложили придумать сюжет для одной серии «Ну погоди». У Амички был готовый материал. Культовых персонажей художница уже осовременивала для другого масштабного состязания школьников «Большой перемены». По сюжету Карины «Зайц» и «Волк» попадают в музей динозавров. Концепцию погони автор сохранила, а вот обстановку вокруг героев кардинально изменила. Свежий взгляд сотрудникам «Союзмультфильма» пришелся по душе. И сотен работ финалистов Омскую признали лучшей. Звонит телефон. Мама такая берет трубку, такая, кто? И говорят, это «Союзмультфильма», «Ваша дочь победила». Ну она быстро включает на громкую связь, весь автобус поворачивается и там, «Вы победитель!» Мы такие, что? Очень обрадовались. Призом для победительницы стала экскурсия на «Союзмультфильм». Карине показали, как рождается анимация, познакомили и с художниками, с технической службой. Увидеть работу омской художницы можно будет в эпизоде под названием «Стоп снято». Его премьера состоится в скором времени. Ксения Пашкова, Екатерина Булучевская, Сергей Пайхалов, 12 канал. Голубых кровей омичей выловили в РТШ необычного рака. Фотографии яркого членистоногого появились в пабликах в социальных сетях. От своих сородичей он отличается цветом панциря. В комментариях предположили, что это флоридский синий рак, такой распространенный в американском штате Флорида. Из-за своего необычного цвета раков используют в качестве дегративного аквариумного животного. Однако эксперты уверены, к заграничному сородичу омский никакого отношения не имеет. Сто процентов это обычные алтайские раки. Просто у них происходит мутация определенного пигмента. То есть в природе они имеют такую буровато-зеленую окраску. А вот у некоторых особей проявляется вот этот пигмент, и он придает им голубоватую окраску. При варке они все становятся абсолютно одинаково красного цвета. Синих раков можно найти в продаже. Они есть на омских рынках. Так что, по версии специалистов, членистоногого в РТШ могли выпустить намеренно. Если же рак действительно обитал в реке, это, по словам экспертов, повод для радости. Ворятся эти пресноводные только в чистых водоемах с повышенным уровнем кислорода. Впервые в истории клуба в новом сезоне Омский нефтяник сыграет в премьер-лиге. Решение принято на совещании руководителей женских баскетбольных клубов и Российской Федерации баскетбола. Путевку в элитный дивизион наши спортсменки получили, завоевав в этом году серебряную награду чемпионата России. В следующие два сезона «Намички» будут играть на домашней арене в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Ивана Дворного. А уже в 2024-м переедут в СК Каблинова, где к тому времени должен завершиться капитальный ремонт. Добавлю, что в этом году клубу нефтяник исполняется 57 лет. За свою историю баскетболистки никогда не представляли Омскую область на высшем уровне. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра, 19 мая, в Омске пасмурно. Возможен дождь ночью до плюс 12, в дневные часы 17-20 градусов выше норя. В районах также пасмурно и небольшой дождь. В ночные часы плюс 12-14, днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова